АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Гор 05, добро на взлет, небо снова нас зовет, и бетонку с Богом отпустим. Набираем ашелон, не плевать нам на циклон, вновь поет мотор свой мотив. АПЛОДИСМЕНТЫ Сквозь болтанку в облаках, выйдем к солнцу в небесах, все дожди оставив под собой. На работе мы опять, и трудяга борт 05, четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам ходить, чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас всеми ждут, да мы же сами как семья, мы экипаж. Снизу морем облаках, пять семьсот, и мы пока крепкий чай, в который раз попьем. Все мы здесь как за рулем, что покрепче все потом, на земле по сутки мы нальем. Командир на руку скор, наплевал на коридор, до ворот прокладка все долой. Пусть земля запросы шьет, порт радист всех отошьет, нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть, чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут. Пусть наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас всеми ждут, да мы же сами как семья, мы экипаж. И пока топиот, вот гиняет наш налет. Командир прочтет свой детектив. И спокойно мы вполне, мы уже не на войне, шумею для нас так, что статих. Пусть приходится летать в те места, куда послать, даже ему помогать не пошлют. Нам уже не привыкать, в обеззоловку играть, знал бы приколку, знал бы маршрут. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть, чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас всеми ждут, да мы же сами как семья мы вираж. Мой экипаж! Спасибо. Перед следующей песней я бы, наверное, хотел, ну не то что много поговорить, а озвучить какую-то информацию. Ну, большинство здесь знает, что мы очень дружны со Светланой Владимировной Копаниной. Ну, и, ну да, я всегда в шутку говорю, это такая тонкая, ранимая натура, если она узнает, что я давал здесь концерт, а я ее не пригласил, она обижается. Я пригласил, она сказала, я прилетаю и улетаю. Она где-то вот, ну, буквально час назад улетела куда-то дальше. Я себе галочку поставил, что я ее пригласил, и думаю, что она галочку поставила, что я ее пригласил. Вот. А для меня это важно, я думаю, что для нее тоже, наверное, для нее более важно. Я хочу сказать, что посмотрите в интернете, наверное, где-нибудь завтра, послезавтра, ну, у меня, может быть, на Фейсбуке, у нее на сайте в первую очередь. Будет очень интересное мероприятие 9 декабря, то есть совсем недолго тут осталось. Это Дворец культуры Вдохновения, по-моему. Это метро, не буду урать, где-то там, в районе профсоюзной, Калужской, как же это, не Ясино, а как, ну... Яснево. Яснево. О, да, это там. Вот, рядом с метро, громадная парковка, интересно, очень залог хороший. Там будет очень необычное мероприятие. Светлана Владимировна организовала фонд своего имени. Это правильно. Я бы не решился, наверное, но, тем не менее, она вот очень уникальная женщина для развития вот этой авиации спортивной и так далее. И даже хотел... Я говорю, Света, если фонд начнет работать, ты хоть самолет себе купишь. Ну, это действительно позорище, вот, ну, вы согласитесь, что знамя России, опять же, самая титулованная летчица в истории вообще мира, спортивная летчица, она в книге рекордов Гиннеса, все время на чемпионатах мира летает на арендованном самолете. В то время, когда цена этой машины, это, ну, цена машины, на которую ездит, допустим, депутат Государственной Думы. Вот, но дело даже не в этом. Я буду там петь. Это будет очень такой, ну, действительно, ну, концерт, его сложно назвать. Там будет выставка продажа работ Артура Саркисяна. Я думаю, те, кто люди соображают по авиации, знают этого, ну, как я его называю, это самый лучший видеооператор в мире. Ну, фотографии его там будут, будет сам Артур, будет Света. Кроме того, что я буду там выступать, там будет выступать... Есть такая штука, команда, не знаю, вы, наверное, ее знаете, балет Алый Духовый Тодос. Шучу, конечно. Вот, они будут танцевать определенные танцы, причем авиационные направленности. И можно, там, микрофон пойдет по рядам, можно будет Свете задать вопросы, можно будет с ней сфотографироваться. Посмотрите в интернете, это на 9 декабря. Там разнообразный ценник билетов, там, и так далее. Но я думаю, что это выходные, не помню, то ли суббота, то ли воскресенье. Это стоит посетить. Во-первых, даже просто те деньги, которые, вот они, с билетов пойдут, они пойдут туда, куда надо. Раз уж не там, в Государственной Думе, то мы, почему нет. А я, да, ну да. Вот ту песню, наверное, кто-то уже знает, и большинство знает. Пилотажный рок-н-ролл, Светлана. Говорят с друзьями, говорят, друзья, что спортом надо мне заняться. Я бои не против, только лень мне напрягаться. Мне такой ведь спорт, чтобы сидеть в удобном кресле. Что охота советует, но мне неинтересно. С девушкой я повстречался в поисках атлета, спортсменка Света. Рассказала мне про спорт высоких достижений. Мол, следишь и все дела, и минимум движений. Усадила место, усадила нежно, слуна в кресло кинозала. А потом зачем-то очень крепко привязала. Радостно с шмелем зужит мотор аэроплана. На взлет, Светлана. Мы на точках кометок, как звезда карты балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко рядом где-то. Что же делаешь ты, Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Нежно душат перегрузки много единичек. Меж приборов вижу я привинчена табличка. Напись «Ноус мокинг», вероятно, это шутка. Тянется, как целый чашал, пустная минутка. Я бы закурил, да как достать здесь сигарету? Сумеется Света. Мочки, петлю, штопора, какие-то фигуры. Это идиот сказал про то, что бабы дуры. Сам дурак ведь в небе добровольно оказался. Умел один день, когда со Света я связался. Шарим взором по кабине в поисках. Стоп, крана! Вернись, Светлана! Мы над точкой, как комета, как звезда горды балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко рядом где-то. Что же делаешь-то, Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Я как будто рыба, та, которую за жабры. Жизнь моя, мне кажется, уже брак одоброй. Света говорит, что есть такая же фигура. Я в ответ не вежлива, но только без цензуры. Ласковая ноты как? Звучит, как из тумана. Я жив, Светлана! Наконец-то аэроплан к земле бросает света. Я к тебе вернулся. Здравствуй, милая планета! Неужели я живым на землю возвратился? Может, не совсем здоровым, но ведь не убился. В небе вилла прокатила. Да, еще вдобавок без билета. Спасибо, Света! Мы на точке комета, Только звезда порты балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета. Слишком близко, рядом где-то. Что же делаешь ты, Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Светлана тормозит. И летая, как комета, Посылали мы привет Населению планет По плакану, вдруг понял, где-то. Моя песенка не спета. Мне без неба жизни нету. Что ж наделала ты, Света? Что ж ты сделала? Ах, Света! Света! Не забудьте, посмотрите Вот на сайте Копанины Или там у меня на каких-то социальных страничках. Я думаю, что Это будет интересно. Следующая песня Я когда его написал Ну, я уже здесь пел Наверное, ее слышали Не наверное, а многие слышали Когда писал У меня было такое, так сказать, волнение Что некоторые мои друзья Или даже незнакомые люди Они обидятся На этот текст, на эту песню Но на прошлом концерте Приходил Мой близкий друг Дима Копосов Мой, опять же, друг Который в интернете всем известен Под ником Летчик Леха Алексей Кщемасов Вот И они потом подошли ко мне Говорят, что бить будете Нет, не будем, все классно Мы не спеша на эшелоне Идем по спинам углаков И в комфортабельном салоне Устав Сидит бы над точкой Жаль за спиной сидит народ И ножку дать, да сделает бочку Увы, здесь все наоборот Не перехват, а перевозки Не на Кавказ Как овечек Пасет кабинный экипаж Как обмануть Метеосводку Поесть, попить Как вариант Нам кофейку нальет красотка Ух Как жаль, что я не лейтенант Чтоб мы безропотно летали Дают нам пряник или кнут Как там у Маркса в Капитале Эксплуатируют наш труд Усталость лишь в сухом остатке По рысовчинку небосклон О, блин Зато нередко на посадке Нам аплодируют салон Музыка 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 Мы не спеша на эшелоне Идем по спинам Углаку И в комфортабельном салоне Летят копченые с ягод Три роты личного состава Из джиди-фри И банки пьё Ведут себя не полсталу И к сюрпризам пристают Буквально, наверное, две или три недели назад Я поздравлял с днём рождения Очень, ну я считаю, это великий человек Ему уже за 90 Это Генрих Васильевич Новожилов Ну, что ли по аплодисментам Многие знают, кто это Это автор, если можно так сказать Первого нашего советского широкофюзеляжного самолёта Ил-86 Это автор самолёта, на котором летает президент Российской Федерации Ил-96 И, конечно же, это конструктор Наверное, самой рабочей лошади военно-транспортной авиации Ил-76 Я горжусь, что я знаю этого человека Что однажды не я даже, а он ко мне подошёл И вежливо сказал Можно я с вами сфотографировать? Ну, я не хвастаюсь Просто для меня это, ну я даже не знаю Насколько дорогого стоит Великий человек, великая машина Что насупался Илюха? Ну ничего, да зари Набивают снова брюхо Грусть, шарту, технари Носят ящики солдаты И заката акварель Только нам не до заката Рампа, тельфер, акварель Рампа здесь не значит цена Палуба не значит флот Мы не взвинчиваем цены надписью Аэрофлот Мы летаем, где стреляют Экипажу не впервой И Илью не испугают Грузовик наш боевой Но вслют Уходит в луис Илья Туртяга Турбин грохочущий Квартия твою Летит Илюша работяга Бродяга Наш транспортяга Горбом по небу Вот столько лет Нам не лететь туда, где жарко С дозаправками маршрут Полный борт в хуманитарке Там на месте разметут Мы спасаем чьи-то души Близких видим лишь во сне Не печалься, брат Илюша Лучше так, чем на войне Это лучше, чем когда-то Полным ящиком, бортом Возвращали мы солдат В их последний вечный дом Улетали от печали Снова в небо с головой Где-то вновь с надеждой ждали Грузовик наш боевой Но вслют Уходит в увысь Илья Туртяга Турбин грохочущий Квартия твою Летит Илюша Работяга Бродяга Наш транспортяга Горбом по небу Столько лет Чай, печенье Конфеты Надоели нам уже Штурман курит сигареты Там на нижнем этаже Техник мыслит о посадке Что запомнить на обед Если что, всегда в порядке У него велосипед Нас простерли уже крылья Вместе с грузом нас несет Коридор ему открыли Значит, он людей спасет Эх, Илья, небесный пахарь Корб на спинке трудовой Если где-то что попахнет Грузовик наш боевой Я навслют Уходит ввысь Илья, трутяга Курбин грохочущий Хвартет Поют Летит Илюша Работяга Бродяга Наш транспортяга Горбом по небу Столько лет Снизу пальмы поглиссадя Из зимы встречают борт Заведут нас и посадят В незнакомый жаркий порт Местные не бьют покуши Все предели как один От души нальют Ильюше Самый вкусный Керосин Керосин Командир на борт вернется Весть благую принесет Наш Илюша улыбнется Нижним блестям Блеснет Нам награды не медали А скорее путь домой Роты снова Максимальный грузовик Наш боевой На взлет Уходит в выселье Трутяга Турбин грохочущий Квартиат Поют Летит Илюша Работяга Бродяга Наш транспортяга Горбом по небу Столько лет Турбин грохочущий Турбин грохочущий концерт в музее космонавтики на ВДНХ детям, очень таким хорошим детям. И что-то рассказывать, я уже сейчас думаю, блин, елки-палки, кому я это уже рассказывал? Здесь или не здесь? Вот, нет. Но полтора месяца назад опять же я летал в Сирию, и до этого как-то вот другие борта были. Ту-154, Л-62, а тут ну, первое, ну, я-то на этом самолете сотни раз, наверное, летал, а тут вот именно на Хмимим первый раз на Л-76. ЧВКшники летели, полный борт вот этих людей. Летели мы вначале через Моздок, там пограничники. А у меня так получилось, что у меня перед этим несколько концертов, я очень устал, я не спал. И я забираюсь на борт, экипаж не знакомый, но они почему-то меня знают. И они подходят, говорят, Николай Викторович, идите-ка по... То ли у меня, может быть, вид был такой уставший, а теперь идите поспите. А там нигде, ну, просто борт набитый, чуть ли не стоил, летят люди. Об этом можно говорить или нельзя говорить, но да, это так. И, в общем, меня вот туда завели, вот, когда к штурману идешь, там нижнюю кабину, там слева вот эти, там, ящики с аппаратурой, есть место, где вот шевелятся вот эти штуки, когда они там штурвалами работают, это все вот, вся эта система, она приходит сюда. И там, ну, есть какое-то пространство, мне постелили матрасик, положите их, пожалуйста. Я лег и уснул. Когда я проснулся, я смотрю, оказывается, они еще заботливо гитару в футляре положили рядом. Приятно. Честно. Честно говоря, я когда рассказывал эту историю одному своему другу, он говорит, Анисимов, это монетизация твоего флотворчества. Для меня это было обидно. Я говорю, нет, нет. Это очень дорогие для меня люди, даже если я их не знаю, они действительно, дай бог им здоровья, самое главное мирного неба, потому что, ну, они, как у нас говорят, не вынимая работают. Вот. Следующая песня, у нее есть эпиграф. Я когда-то рассказывал длинную историю по этому поводу, не буду рассказывать, просто скажу, что эпиграф, это кусочек стихотворения Владимира Владимировича, Маяковского, а не другого Владимира Владимировича. Безбожно сокращенно. У меня растут года, будет и семнадцать. Кем работать мне тогда, чем мне заниматься? Книжку переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус. Помню, мы в школе учили стишок, классик поэт, в нем рассказывал детям, мол, хороши все работы, дружок. Сотни профессий на нашей планете Выбрать на вкус я не принял совет, я за этот сон и за братом тянулся. Тот, что из неба до войны не вернулся. Бабушка мне говорила, внучок, хоть уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Годы летели, Я с ними летал, И вспоминал я нередко бабулю. Чаще тогда, когда прямо в металл мне молодили снаряды и пули. И в этот миг мне казалось предел, В миг, когда тетка с красою цеплялась, к бабушке срочно вернуться хотел, чтоб мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила внучок, Коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Время как пуля на вылет или в лёд. Бабушка где-то давно улетела, только мне кажется каждый полёт смотрят на них, чтоб меня не задела. Дед словно рядом команду даёт. Эй, их внучок, а так хуй я прикрою. Отвоевал я теперь твой черёд. Помнишь, что с бабкой мы рядом с тобою? Бабушка с дедом твердят мне внучок, Коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам! Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам! Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам! Бабушка мне говорила внучок, Коль уж летаешь, летай аккуратно, Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, но не всегда аккуратно. Всю жизнь летал, был и летал, но возвращался обратно. обратно. Спасибо. С этой песней тоже такая прикольная история связана. Опять же, крайний раз, когда я в Сирии был, сидим на командном пункте, я сразу там много где выступаю, на стоянках, мы тут на капе вытащили, и я пою эту песню, и там по тексту, и в этот миг мне казалось предел, и вот этот предел, я спел другое слово, начинается на п, заканчивается на ц. Совершенно случайно. и ой, извините, в общем, командир, не буду говорить, какого полка, вертолётчик говорит, именно это слово. Поподробнее, пожалуйста. Вот, ну действительно, и теперь я каждый раз, есть у меня ещё какие-то песни, когда думаешь оговориться, боишься, так и здесь тоже. Ну да, где-то так оно и есть, наверное. Какого полка можно услышать? 55-го. Ладно, сдам, конечно, Евгений Викторович Суходольский. Он в это время был там, полковник, именно тот, который сменил на посту Рифата Хабибуллина, о котором я рассказывал, ну я думаю, не рассказал и военную тайну, мы делаем сейчас в программе свою программу про 55-й вертолётный полк, и там же Женя тоже будет, в общем-то. И мы обоговорим об этом, что практически 90 с лишним процентов полка, они прошли в Сирию. Поэтому, ну, что тут из этого делать тайно? Тем более здесь же очень много военных, они понимают то, что, ну это так. И военные тайны из этого делать, наверное, бессмысленно. Вот, следующая песня такая, она гражданская, но тоже вертолётная. Человек предполагает, а судьба располагает, не узнать дорогу наперёд. Завернули нас с маршрута, плохо стало там кому-то, мы кладём в виражик вертолёт. Как сто лет назад в Афгане, с правой чашки друг мой Ваня, между нами Саня бортовой. И усталость трикосую над бескрайнею тайго, мы жужжим здесь, фронт здесь грозовой. Где-то в прошлом пушки и танки, можно жить и на гражданке, главное чтоб только лишь летать. В мирном небе есть заботы, хватит нам и здесь работы, ведь не всю жизнь нам воевать. Снова падшим сверху ручно, нам в больницу нужно срочно вывести кого-то из тайги. И находим мы средь ёлок богом брушенный посёлок, домики, как бабушки еги. Ветер сильный на посадке, не впервые нам всё в порядке. Быстро фельдшер объяснишь потом, что аппендицит случился, парень вон в живот вцепился, и девица тоже животом. Мальчик фельдшер слишком бледный, первый раз летит он бедный, шестеро нас, что тут поднимать. А когда-то было дело, приходилось под обстрелом взвод набор нам с Ваней принимать. Навсегда мне, Ваня, жалко тех мальчишек, что в повалку. Мы переводили на это за рекой, а теперь мужик в салоне, как трёхсотый тихо стонет, об одном подумаем с тобой. Знаем, всё в порядке будет, парень точно не забудет этот наш внеплановый полёт. Что-то там ему отрежут, будет жить в тайге, как прежде, может, нас когда-то поменёт. Нас на осяху у нас, девчонка, гласит дно, что дно так уж звонко. Саня, быстро, что там доложи? Командир, отходят воды! Прилетели это роды, мы ж не проходили дренажи. Девка в воздухе рожает, нас засветки окружают, бедный фельдшер проглотила язык. Примет Санечка-младенца, замотает в полотенце, прокричит нам радостно. Мужик! Тар-та-та-ра-та, Пар-ра-па-па-па-пам, Пар-пар-па-па-па-па-па-па, Ох, мужик! Тар-та-та-ра-та, Пар-ра-па-па-па-пам, Тар-та-ра-та-ра-та-ра-та-пам, Роботяга наш Ми-8, от грозы нас всех уносит, Снова мы как будто на войне С Ваней мы переглянемся, знаем точно, что вернемся Мы ж теперь обязаны вдвойне Человек предполагает, судьба располагает В этой жизни абсолютно всем Вылетали нынче трое, нас маршрут потом удвоил А в итоге прилетело 7 Полетали точно А трое нас умножили на двое А в итоге оказалось Правильно, 7 Восемья родная Восемья родная Но, опять же, с каждыми песнями, вот эти ассоциации, что такая, ну да, действительно, что так они носят на Тиме-8. Знаете, очень близкий друг у меня здесь сидит, Сергей Викторович Косяков, командовал Буденновским полком. Да, вот правильно. Один из самых боевых полков. А я, насчет того, что чего только не носят Ми-8. Его отец, слава богу, жив. За 80 лет у нас в Беларуси, в Борисове живет. Я все мечтаю репортаж этот сделать. Не знаю, как-то мне пока его не дают. Человек, вот его отец, который на Ми-8 носил в Москве в фильме «Бриллиантовая рука». Я уже не говорю о том, что он вообще осваивал один из первых этот вертолет в армии. Вот, это, наверное, гораздо важнее. Но когда вот кому скажи, а вот, все, а елки-палки. Да, и опять же, вот у меня бывают такие ночные звонки. А я их уже в крайнее время, к сожалению, боюсь. Потому что ночью, ну, как-то раньше мне все время звонили. Берешь трубочку «Алло», слышишь там шум такой радостный. И дальше начинается «Коля, мы тут слушаем твои песни». И невзирая на то, что это 2-3 часа ночи или там вообще раннее утро, потому что страна большая. Но когда наши начали воевать там и в Сирии и так далее, то есть были такие ситуации, когда действительно звонили ночью, и мне действительно страшны эти звонки. Но вот по предыдущей песне, где-то, по-моему, ну, если не 3 или 4 недели назад, но совершенно недавно тоже раздается звонок. Я смотрю, звонит, ну, вертолетчики, наверное, многие знают. Михаил Степанович Сочнюк. Собственно говоря, песня-то была написана после того, как мы с ним летали там в Благовещенске. Действительно, эта ситуация вот вся она была. И Миша такой звонит «Коля!» Я такой чувствую, он очень радостный и очень теплый. Я понял, про кого ты написал эту песню, седьмой. Оно называется «Седьмой». У меня такое волнение, даже я так проснулся, думаю, у Миши что-то не в порядке. У меня родился седьмой внук. Вот так бывает. Многие знают здесь, что я время от времени, да, наверное, не время от времени, а каждый концерт обязательно пою какую-то не свою песню, которая мне нравится, которая, ну, с чем-то может быть связана. Самая лицо? Необязательно. Необязательно. У нас ноябрь. Но мне нравится эта песня. Я ее пел в далеком-далеком своем детстве. У меня здесь сидят близкие и близкие друзья, с которыми мои родители служили в Казахстане. Это начало 70-х годов. Леди Алексеевна Палатова и дочка и сын Костя и Наталья, с которыми мы на зарядку бегали. Вон они там, я их не видел 30 лет, а они сегодня пришли. Вот. И они наверняка помнят, когда я там в Доме офицеров, в гарнизоне МБ-5, я еще там в школе, не то что в школе, ну, это был второй или третий класс, я выходил на сцену, там, на рояле, там, или, вернее, пианино стояло, значит, где женщина какая-то играла, а я пел эту песню. Дремлет претежь Северный город Низкое небо Над головой Что тебе снится, крейсер Аврора, в час, когда утро встает над Невой? Что тебе снится, крейсер Аврора, в час, когда утро встает над Невой? Может, ты снова В тучах мохнатых Взлышки орудий Видишь вдали Или, как прежде В черных пушлатах Грозно шагают твои Патрули Или, как прежде В черных бушлатах В черных бушлатах Грозно шагают Твои патрули Патрули Вспомнил ли Время Гори с тетёжки Пламя пожаров Грохот брони И, как умирали Парни в тельняшках Под Ленинградом Плокатные дни Как умерли Парни в тельняшках Под Ленинградом Плокатные дни Волны крутые Штормы седые Доля Доля Такая У кораблей Судьбы Их тоже Чем-то похожи Чем-то похожи На судьбы Людей Судьбы Их тоже Чем-то похожи Чем-то похожи На судьбы Людей Ветром Солёным Дышат Просторы В парках Осенних Пахнет листвой Что тебе Снится Крейсер Аврора В парках осенних В час Когда утро Встает Над Невой Что тебе Снится Крейсер Аврора В час Когда утро Встает Над Невой Ветром 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 Ну я уже Спасибо Я уже говорил Что у нас сегодня все-таки осенний концерт И тут уже вот Ну предыдущие песни В парках осенних Все-таки ну Не только что мы про авиацию должны спеть Внаг барабанят дождь по крышам Мечтают стать морем и лужи И воду всю на землю выжив По небу тучий ветер кружит Темно за окнами ненастье А мне здесь светит с полцета герцев Мне дождь в печали все смоет Сердце И значит он сегодня К счастью Осень Небо нынче цвет остали Деревья от листвы устали И в эмиграции Все птицы Восемь Все восемь дней в неделю слякать И небо продолжает плакать А мне весна ночами снится По паркам Ветер листья носит Неделя тянутся резиной И безголодный булку просит Когда еду из магазина Его так сию жила погода Он, как и я, подруг Жестоко И как ему мне одиноко Видать, такое время года Вось осень И небо нынче цвет остали Деревья от листвы устали Деревья от листвы устали И в эмиграции все птицы Восемь Все восемь дней в неделю слякать И небо продолжает плакать А мне весна ночами снится Тарададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад Дождем не видно нынче краю, Мечтают стать морями в лужи, А я по-прежнему мечтаю В душе избавиться от стыд тужи. А я мечтаю улыбнуться, И, может, даже рассмеяться, Не превратиться ближе, бояться, Мечтаю я к себе вернуться. Осень, и небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, И в эмиграции все птицы Восемь, все восемь дней в неделю слякать, И небо продолжает плакать, А мне весна ночами снится. Осень, и небо нынче цвета стали, Деревья от листвы устали, Осень. 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 Вечер. Ветер туча, в доме свет опять заключен, И луны озябшей лучи, Рубка светит сквозь ветра, Одиноко, хмуро-скучно, От души упрятан ключик и с собой мир заключен Ненадолго до утра мой мирок размером С кухню газ под кофе не потухнет Где-то гром печально пухнет Видно тоже одинок, строго тикает будильник Сам себе запутыльник Поживет, моргнув светильник И раздастся в дверь звонок Ночь, такое время года, что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят Бьют прозрачную неводу А в душе моей к восходу То ли кома, то ли кота Ночь, такое время года Ночь, такое время года Рюмки, водка, сигареты, хлеб Холодные котлеты И сердца у нас согреты То ли дружбой, то ли спиртным Но душа моя раздета И летает в небе где-то Рвется в сторону рассвета Только там туман и дым Я, наверное, спел сто песен Раз уж мы сегодня вместе Вряд ли нам грустить уместно Я пою и каждый слышит То, что он хотел услышать Но стучат соседи Слышит батарею, что хоть тише Ночь пройдет, рассвет все свишет Ночь, такое время года Что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят Бьют прозрачную неводу А в душе моей к восходу То ли хома, то ли хода ночь Такое время года ночь Такое время года Прозвенел давно будильник Нида Прозвенел давно будильник В горле под тобой напильник Сам себе и особо пильник Солнце видно встать Запыло и сжимает боль в затылок Строя сушеных бутылок И уже закрыта дверь Осень Вечер, ветер, тучи В доме свет опять отключен И луны озябшие лучи Робко светит сквозь ветра Одиноко, хмуро, скучно От души упрятан ключик И с собой мир заключен Ненадолго до утра Ночь Такое время года Что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят Бьют прозрачную неводу А в душе моей к восходу То ли кома, то ли кода Ночь Такое время года Ночь Такое время года Ночь Такое время года Что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят Бьют прозрачную неводу А в душе моей к восходу То ли кома, то ли кода Ночь Какое время года Ночь Такое время года Такое время Я, по-моему, на прошлом Или позапрошлом концерте Улыбался Ну, в хорошем смысле слова Я даже сохранил эту записку Сегодня опять приходит Близ пятназа ФСБ У нас все шепотом Служим России А песню просят петь шепотом Я никогда не думал Что эта песня Будет связываться Вот С этими замечательными Боевыми людьми Но я честно говорю Не подумайте Что это какой-то саркан Я честно ее пою Именно В том числе И для этих людей Потому что мы с ними работали Это Ну Перед ними шляпу стать И снять И встать на колени Это будет не лишнее Потому что Ну Это Это герои А песня Я никогда не думал Что эта песня Вот будет Привязана К этой теме Ну Это прикольно Конечно А разговор не клеился И ночь текла ручьем Я как-то не надеялся Что мы себя поймем Луна в окне Расколотом Прикинулась мечом А мы болтали шептом Все как-то не о чем А мы болтали шепотом В твоем В твоем Подмигивал светильничек И чайничек шипел Да дикал в так-то будильничек И я про что допил А гром далеким рокотом Напоминал весна Мы танцевали шепотом Уже не до поздна Мы танцевали шепотом Уже Уже почти полтретьего А сон не для двоих А к нам бы лучше третьего И просто на троих К рассвету кто-то стопотом По лестнице сбежал Мы целовались шепотом И дождь нам не мешал Мы целовались шепотом И дождь А стрелки время мерили Летело за часом в час И мы почти поверили Получится у нас Узнать бы как-то Что потом И вечное когда А мы прощались шепотом Наверно навсегда А мы прощались шепотом Наверно Вот я шпаргалку подсматриваю Ну мало ли Я иногда рассказываю эту историю Наверное Ну какие-то такие вот люди Которые давно бывают на моих концертах Они знают как я называю вот эту папку Потому что Ну действительно Была история в Минске Больше 10 лет назад Когда я выступал в одном ночном клубе И вот я настраиваюсь Там поставил пепитр Папку А клуб такой Ну как здесь можно выпить Поесть У меня за спиной Значит Кварная стойка И я такой раз-раз-раз И мужчина такой проходит Ха поменяю эту папку И унес Говорит Товарищ Стойте Это моё А я думал Что это меню Вот Ну собственно говоря С тех пор Я вот это тоже называю меню Иногда сюда подсматриваю А вот Следующая песня Меня уже вот в антракте спрашивали Буду ли я её петь Буду Потому что Ну я не помню На прошлом или позапрошлом концерте Я говорил Что есть вещи Которые уже От которых не уйти Потому что они связаны С определёнными людьми И после того Как мне когда-то Год назад Или когда поступила записка сюда А спойте пожалуйста Медведей В памяти Петра Степановича Дейнекина Мы очень дружили С этим человеком Я этим горжусь Это главнокомандующий Военно-воздушных сил России В самое наверное Сложное время В прошлом году Он к сожалению ушёл Причём так совершенно неожиданно За неделю до своей смерти Он ещё Дуглас Пилотировал Над парком Патриот Вообще дядька конечно Ну извините Это я так Ну могу так сказать Просто уникальный Очень такой энерджайзер И я помню Что мы Прилетели Ну то есть мы с ним встречались В Кремле Это было 105-летие Военно-воздушных сил России Там были мероприятия Я там тоже был Как говорится Честью мею Вот И ему уже тогда было не очень хорошо Но хотя как бы потом Помню что самый красивый Тост произнёс Вот Видели что ему не очень хорошо Говорили Павел Степанович Давайте может доктора вызовем Да не всё нормально Только меня жене не показывайте Вот Раз там рюмочку А на следующий день Мы с командующим Дальней авиации Улетели в Энгельс Я выступил И вот Ну когда мы обратно Садились в самолёт Помню Выруливали А там же ну связь такая Она серьёзная Раздался звонок Прямо на борту И Сергей Иванович Был аж Командующий Дальней авиации Снял трубку И вот я смотрю Он так Ну у него просто изменился В лице Что такое Говорит Степанович умер Вот То есть это вот Ну всё было так Ну вот так И когда меня Просят эту песню спеть Потому что Это тот самолёт На котором он летал Наверное большую часть Своей летной жизни И теперь я понимаю Что наверное Ни одного концерта Без этой песни Я не могу Провести Потому что Есть какие-то такие Вот действительно Нюансы Про которые стоит На которых стоит Акцентировать внимание Медведи Пройдя рулёжкой на полёт На полосе корабль замрёт На исполнительном Молитва Всё на карте И ты все восемь на упор Разбег, отрыв, вираж, набор А все проблемы мы оставим там На старте Маршрут проложен не на глаз Мы верим штурману на раз Здесь интернета нет И недоступен гугл И как полсотни лет назад Бомбёры словно на парад Идут на север Чтоб потом уйти за угол И словно лидерный наш борт Сопровождает нас эскорт Вот только нет на небе Оркестров Воимеди И где-то в натовских штабах Шифровки строчат в ПВХ Летят в Атлантику Российские медведи Летят в Атлантику Медведи Пролитый кофе обожжёт Болтанка нас не бережёт Погода дрянь И на радаре сплошь засветки А в фюзеляже револьвером Производство СССР Сказали бы янкисы Что русская рулетка И вместо радостных вестей Корма доложит про гостей У плоскостей повиснет Пара супостатов Они ведь тоже напролом И чуть не блистя нам крылом Такие бурзы Как правило из штатов Но не изменит курс саппорт Хоть и наклеит наш эскорт Мы посылаем их домой К любимым леди И где-то в натовских штабах Тревогу бьют и все в бегах Пришли в Атлантику Российские медведи Пришли в Атлантику Медведи Жаль в океане нет дороги А мы так счастливы Как маленькие дети Качнет нам крылья весь эскорт Пошлет доклад про русский борт И уберутся наши летные соседи У них в штабах надут отбой Лишь будут спорить меж собой Когда опять придут в Атлантику Медведи Придут Ой, придут в Атлантику Медведи Мы на свидание идем Друг друга с танкером найдем И семь потов сойдет Но мы поймаем конус Хоть тяжело держать режим Мы каждой тонной дорожим А турбулентность Нам повысит общий тонус Наш самолет бутит устав Он помнит разные места Вьетнам, Ангола, Куба и Гвиния Отцы летали там до нас Но если б дали нам приказ Мы обязательно смогли Ведь мы омем И экипажен Провь то смог И пусть усталость валит с ног Но мы так рады нашей маленькой победе Что нас их совсем не клонит в сон Не спит сегодня гарнизон Домой вернулись из Атлантики Медведи пришли Домой Медведи Идут В разволочку Медведи Домой Любимые Медведи 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 Ну, я просто говорил про Петра Степановича, и многие или не многие, но песни связаны, да не то, что связаны, просто когда их поешь, вспоминаешь тех, кого с нами нет, даже если это веселые песни. Я просто вот подумал, буквально послезавтра, 19 ноября, день рождения у моего очень близкого друга, ему бы исполнилось, по-моему, 49 лет, 69-го, а, угадал, вот там просто его друзья сидят, вот, значит, я не ошибся, Игорь Бутенко, вертолетчики знают. Ну, это просто уникальный вертолетчик, и то, что произошло, то произошло, это просто, ну, как-то в голове не укладывается до сих пор, и все равно он с нами. Я помню, вот следующая песня, которую я спою, я все время про вертолетчиков, ну, вот сколько у меня есть песен, я говорю, ну, я все время говорю, что человек и веселый, поэтому песни у меня, наверное, в основном грустные. Он говорит, да, напишешь с нами, там, полетаешь, веселое что-нибудь. Я говорю, да ладно, Игорюша, ну, вот, в итоге получилась когда-то эта песня, хотя я не считаю ее веселой, но она есть. Вот, и, ну, там подсказывают, кстати, справа фланги. Они все с нами, они все с нами, и не надо о них думать как-то грустно, потому что мужики вот такие, вот такие они. Вот эта следующая песня, я даже горжусь, однажды я ее пел, и мне подпевало шесть героев России, можете себе представить? Ну, и там еще группа товарищей сидела, я просто их посчитал, ну, нифига себе. Вот, ну, бывает. Прилетит друг волшебника в голубой вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок пятьсот. Аскимон. Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотел летать, как Карлсон, и виражить между крышей. До небес казалась малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось. Толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка, ложь и мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете. И с детства вертолетик превратился в вертолет. Ррррр-вертолетик Ррр-вертолет Ррр-вертолетик Рр-вертолет По горам, полям и весям Облаковинтами месим Как малыш и Карлсон вместе Разлучить не смогут нас В небе жизнь совсем другая Пусть земля меня ругает Я по воздуху шагаю Сжав ладошкой ушаг Газ, торты, эскимо, конфеты И все остались в детстве где-то Восемь бомбы и ракеты Раздаем тут, там, тут, тут И в десанте, и в пехоте Мой зеленый вертолетik В исключительном почете Нас всегда с надеждой ждут Ждут Р-р-р-р-р-р-р Вертолетik У всех с дикцией нормально? Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р вертолетик Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р вертолетик Р-р-р-р-р-р-р-р-р вертолет Как мальчиш плохиш из книжки Нехорошие мальчишки достают порою слишком Вспоминаем чью-то мать Кто с рогаткой, кто-то с пушкой Все берут меня на мушку Отобрать хотят игрушку Вертолетик поломать мне там И тогда я огрызаюсь Во все тяжкие пускаюсь И за небо я хватаюсь Каждую лопастью держусь Нам домой вернуться нужно С вертолетиком им и дружно Подогнем святанец, кружим он, герой Я им горжусь, грозно Р-р-р-р-р Вертолетик Р-р-р-р-р Вертолет И дальше весело Р-р-р-р-р-р-р-р Вертолетик Вертолет Мы полжизны с ним летаем Выручаем и спасаем Отдохнуть и не мечтаем Поменялись только мест Вдруг из детства тот волшебник Прилетит и даст учебник Чтобы понял я зачем Нам этот наш воздушный крест Прилетит на вертолёте Неотложно поработить И заботьтесь о пилоте В детство он меня возьмёт Даст пломбир кино, покажет Сказку на ночь мне расскажет И подарит, может, даже Свой мультяшный вертолёт Запускаем? Вертолёте Вертолёт Вертолёте Вертолет Спасибо Я бы просто, ну вот У нас все равно дело уже идет туда, к посадке Я бы хотел огромное спасибо сказать И вы наверняка скажете спасибо за этот замечательный звук Александр Пахомов, вот он там Скромно старик Человек, с которым мне всегда комфортно здесь выступать У него очень в роду есть люди, которые связаны с вертолетами Вот и так далее Не знаю, может быть поэтому все очень здорово здесь Сажу, спасибо большое Мое меню где-то тут заканчивается Хотя не сильно сюда подсматриваю Просто я же уже говорил, что мы сегодня все вместе выступаем Я конечно в каком-то виде, ну и в каком-то, а прошу прощения за какие-то косяки сегодняшние Потому что у меня очень большие проблемы с горлом Я сегодня выступал в музее космонавтики на ВДНХ перед детьми Я считаю это святое Меня очень попросили Очень сложно выступить перед концертом вот таким большим Но я на это пошел После этого мне совсем стало как бы так не очень Но я старался Вот И я думаю, что вы старались, когда пришли сюда Спасибо вам И Мы конечно еще не раз тут полетаем Потому что мы умеем это делать Хочешь? Хочешь научу тебя летать? Хочешь? Расскажу тебе, как птицей стать И ночью Оттолкнув поверхность, улететь И коснувшись звезд от счастья петь Главное Хотеть Знаешь Ты не сможешь это позабыть Знаешь Небо невозможно не любить Взлетаешь Облака листаешь, как тетрадь знаешь Небо можно обнимать Главное Летать В звездной и вышине Пряме они во сне Обмануть законы физики Суметь Формулы поправ Сети разорвав Исключение бы справело Улететь Чумом ветерка Где-то в облаках Умываясь Небесами Обвинеть Чтоб хотеть Мечтать Чтоб любить Летать И успеть Успеть Веришь Если верить Сбудется мечта Веришь Лучшая команда От винта Сумешь Два на два умножишь Выйдет пять Веришь Ввысь Несложно Улетать Главное Мечтать Пылью Разлетится Не суета Пылью Вернется Главная Мечта И крылья Не дадут Любовь твою Убить Знаешь Это небо Можно пить Главное Любить В звездной Вышине Время Не во сне Обмануть Законы Физики Суметь Пармал И поправ Сети Разорвать Исключением Из правил Улететь Шумом Ветерка Где-то В облаках Умываясь Небесами Объенить Что Хотеть Мечтать Что Любить Мечтать И Успеть Успеть Хочешь Хочешь Научить Тебя Летать Ветерка 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 Семь Ветерка Еще спали Про следующую песню У меня есть очень близкий друг Герой России Александр Михайлович Климов Это шеф-пилот конструкторского бюро Миля Он все время говорит Он слегка выпьет Допустим Я уж тайну раскрою Он Вот Эту песню У нас украли У вертолетчиков Украли Это наша песня Это про нас А ее украли Он про другой род Военно-воздушных сил говорит И Что еще Про нее могу рассказать Не вижу Но где-то в этом зале Сидит мой сын Кстати Мы вместе приехали Просто Когда я написал эту песню Я к чему это все расскажу Помню Мы налили коньяк Блин Не Вы не думайте Он большой Ему уже было тогда за 20 Вот И мы сидели вдвоем Дома У меня и весь такой Обложенный текст Там ручкой Я говорю Давай-ка я тебе Вот новую песню написал Давай я спою Налили паренки Налили паренки Выпили Я спел Он своеобразный человек Не буду тыкать пальцем Но он здесь Да Он так Посмотрел на меня и говорит Хорошая песенка Честно говоря Я думал ты и этого летчика Упьешь Как обычно Вылет срочный Знать прижали Наших точно Полетаем Денно-ночь Насколько Вечный Вистый Страх На нашу Плашете Меткого Там в квадрате Словно В клетке Сдыхается Разведка В этих Чертовых Крах Нам поставлена Задача Вот еще бы нам Удачи Мы торопимся Иначе Там полежит Целый взвод Запускаюсь Без газовки Техник В старенькой спецовке Хлопнет борт По законцовке Два грача Идут Нам взлет Мы не смотрим На пейзажи Надо быть Всегда на страже Среди горы Скалу вираж Мэй Браток Не отставай Выхожу За пригорка Осмотрелся Я на горке Ничего себе Раскорки Ну ведомый Не зевай Эй Внизу Держись Пехота Начинается Работа Справа Тридцать Пулеметы Мне земля В эфир Орет Товорот Бросаю Тридцать 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 Как паутина Маневрирую Активно Шиво Обязная Картина Как Савразово Грачи Прилетели Выручаем Сокольком Нас здесь Встречают Но Земля Не отвечает Но Разведка Не молчи Я Крючусь И пувыркаюсь В сотый раз Я зарекаюсь По прилету Ухвольняюсь Чтоб не ядов В сотый Груст Нахрена Пошел я Вкачу Вот Ульянов Все иначе Был бы дом Машина Дача И водил Барбуз Грач Бедняка Изувечен Я за Этим Отвечу И несутся Мне навстречу Ярко Красные Шары Чудеса Еще бывают И живой Хоть попадают Под глазам Не разъедают Нет спасения От жары Горяча Не просто Жарко Отправляю Вниз подарки Удержать Попробуй марку Под свинцом И гипятком ВПУ Как пушка Танка Грохот Выстрелов Болтанка Я как мышь Консервные банки Покотовую молотку Не попасть Вон еще В сводку Чтоб за нас Не пили Водху Я Как Куш На сковородке Из-за Расходован БК Имитирую Атаки Выходить Пора Из драки Ведь почти Сухие Баки И Потропаны Бака Мне Похочи Как морозом Грачу Стало Клюнул Моссом Сточит Весь А под вопросом Самолет Мой Просто В хлам Даже Ваше Мужчина Дышит Словно Здоровье Получу Будем Будем жить Будем жить Мирного неба Спасибо Что пришли 23 февраля Приходите Снова Здесь будут Концерт Коднюс Я его всегда Называю Концерт Коднюс Советской Армии Военно-морского Флота Можно этот праздник Называйте По-другому И это Будет Тоже Правильно Но Для меня Это Вот так Я Оттуда Слушайте Действительно Я подумал Что я забыл Одну Песню Ну да Это Все равно Надо же Как бы Ну Считается Напис Спеть Я всегда Называю Самая Мало Известная Моя Песня Я Летчик Красивая Форма Лампас Голубой И Тоже Соберет Кто ты Пороешь Я Летчик И Звук Турбин На земле Лучший Звук А мой Самолет Это Мой Верный Друг Я Летчик Мне Хочется В небе Бездонным Летать За это Готов Я Получ Жизнь Отдать Я Летчик Ни Чурту Небо Я Душу Продал Мне Кажется На трождение Летал Я Летчик Я Так Это Небо Безумно Люблю И Мне Без Него Не Прожить Даже Хмурый Денечик Я Там В облаках Нарисую Петлю Вираж Заверну Горь Без Делав Бочков Я Летчик Пускай Перегрузка Придавит Стерплю Но Небо Родное Придать Я Вовек Не Посмею Заверну Заверну Я Тоже Тоже Конечно Люблю Но Только Когда Не По Ней Она Дне Я Летчик Темнеет В глазах На крутом Вираже И давит На сердце Мне Несколько Ж Я Летчик Комбис Весь Впад Можно Просто Отжать И Кто Вам Сказал Что Не Сложно Летать Я Летчик Под Крыльями Смерть В оправе Стальной Она Поднимается В небо Со Мной Я Летчик И Чтобы Земля Вновь Не Стала Гореть Я Снова И Снова Я Должен Лететь Я Летчик Я Так Это Небо Безумно Люблю И Мне Без Него Не Прожить Даже Хмурый Тенечек Я Там В Облаках Нарисую Петлю Вираж Заверну Горку Сделаю Бочком Я Летчик Пускай Перегрузка Придавить Стерплю Но Небо Родное Придать Я Во Вик Не Посмею И Землю Я Тоже Конечно Люблю Но Только Когда Не По Ней А Над ней Я Летчик По Ните Клиса Да Иду Я Домой А Хочется Жить Где-то Здесь Над Зим Я Летчик Я Летчик Квартиры Своей У меня Просто Нет Общака Мой Дом Общий Душ Тволет Я Летчик И Снится Мне Каждую Ночь Напролет Что Топливо Есть И Поднялся На Лет Я Летчик К Земле Меня Часто Хотят Привязать Но Летчик Обязан Он Должен Летать Я Летчик Я Так Это Небо Безумно Люблю И Мне Без Него Не Прожить Даже Хмурый Тенечек Я Там В Облаках Нарисую Как Лираж Заверну Корпус Делаю Почкой Я Летчик Пускай Перегрузка Придавит Серплю Но Небо Родное Придать Я Ловить Не Посмею И Землю Я Тоже Конечно Люблю Но Только Когда Не По Не Над Не Но Только Когда Не По Не Над Не Но Только Когда Не По Не А Над Не Я Летчик Спасибо 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 Дорогие Будем жить Всем мирного неба Спасибо Субтитры Спасибо Субтитры Субтитры Продолжение следует...